ребята здравствуйте сегодня делюсь двумя рецептами насадок которые проверены неоднократно на рыбалке данные насадки точно привлекут даже привередливого карася но и другую так называемую бель все ингредиенты вы с легкостью найдете у себя дома а время затраченное на приготовление будет минимальным единственное что нужно так это хорошие крепкие удочки для монстров карасей готовим быстро четко и понятно поехали готовим первый наш ингредиент это сливочное масло здесь кусочек где-то половину спичечного коробка я даю базовый рецепт исходя из которого вы уже рассчитываете точное количество насадки именно для ваших нужд сливочные ароматы очень привлекают рыб семейства карповых так что масло в этой насадке будет не лишним масло мы кладем какую-то глубокую емкость моем случае это кружка берем чайник с кипятком и заливаем это масло заливаем его граммами 50 воды сюда же я добавляю краситель у вас может быть это любой у меня это такой алый все теперь перемешиваем пускай масло растворится очень ароматная получается водичка краситель пока все это у нас растворяется и готовится мы здесь перемешаем подготавливаем следующий важный ингредиент нашей насадки следующий важный ингредиент нашей насадки это горох вот такой половинчатый если вы знаете достать гороховую муку она также подойдет здесь у меня три столовых ложки я повторюсь я даю базовый рецепт вы уже рассчитываете исходя из него сколько вам нужно горох обожает вся рыба семейства карповых особенно лещ поэтому перемалываем горох муку с помощью кофемолки если нет кофемолки подойдет ступка с венчиком на крайний случай уже два кирпича использовать их как жирного всяко может быть так что перемалываем вот такая у нас мука получилось все-таки из такого дробленого гороха либо цельного когда вы сами его перемалывайте она получается ароматнее чем уже покупная фасованная мука гороховой муку мы выкладываем глубокую миску остатки драгоценные забываем выбить теперь сюда добавляем нашу очень ароматную сливочную воду с красителем она может нам не понадобится вся ничего страшного замешиваем очень жидкое тесто такое которое вот течет по миске такая ленивая каша ароматная горохом и сливочным маслом пахнет теперь добавляем еще один важный ингредиент этот ингредиент обычная пшеничная мука буквально столовой ложки хватит добавив ее мы опять же все немножко вымешиваем не забываем у нас остается водичка и и опять добавляем чтобы получилась масса такая более жидкая уже доливаем всю воду все тщательно замешиваем даже уже на этом этапе надо все вымешать чтобы не было комков чтобы гороховая мука и ржаная равномерно перемешались такой цвет будет насадки привлекательны не слишком яркий но и не приторно белый добавляем еще один важный ингредиент еще один очень важный ингредиент который присутствует во многих насадках которые используются сам как насадка это манная крупа добавляем ложку и перемешиваем здесь важно сохранить консистенцию нам не нужна уже готовая сейчас насадка нам нужна такая жидкая замазка вот примерно то что мы искали мы еще не забываем что манка набухает не сразу вот эти крупицы не зря она крупа пропитываются водой а минут 5 им нужно чтобы она набухла и все это получилось в одну консистенцию оставляем на пять минут проводим следующие манипуляции прошло пять минут манка набухла такая вот более тягучая стала смесь чем больше она будет стоять тем больше она будет набухать теперь берем обрезанный вот такой шприц это десятка еще возьмем такой-то двойка можно брать двадцатки в общем любые и теперь нашу массу помещаем сюда поместить можно просто на камеру я не буду это показывать объясню достаем этот шомпол втыкаем этот шприц а сюда ртом втягиваем его и ничего не нужно замазывать то есть шприц будет забит все будет нормально ну вот я втянул мне понадобилось пару секунд и все также и манку болтушка я забиваю тут ничего страшного что на конце он будет такой также заряжаем все шприцы сколько вам есть насадки столько заряжаем и проделываем с ними следующие манипуляции на кухне ставим воду на огонь доводим ее до кипения бросаем наши подготовленные шприцы с будущей насадкой варим все это дело 15-20 минут это зависит от объема шприца его толщины то есть маленькие варятся вообще там 10-12 минут двадцатки уже 20 в общем варим смотрим чтобы ничего не оплавилось не расплавилась немножко помешиваем после чего проделаем следующей манипуляции с нашей будущей насадки ждем так насадка варилась 15 минут этот шприц я чуть-чуть выдавливал проверял готовность его пораньше достала этот еще варился минуток пять наверно из-за того что мы варили шприцы насадка не утратил ароматики а наоборот ее раскрыла очень пахнет горохом с таким вот привкусом сливочным на рыбалке пользоваться просто почему я говорил диаметр разный выдавливаем немножко обрезаем получаем вот такую вот аккуратненькую привлекательного цвета и аромата насадку здесь видно хорошо она плотная но не деревянная что важно то есть она будет в воде потихонечку издавать муть насадка отлично держится на крючке не спадает не разваливается мелочи не страшно можно использовать на дальние забросы как я говорил диаметр тоже вы подбираете сами сейчас покажу как насадка ведет себя в воде не переключайтесь наша насадка в воде потихонечку издает облачка мути что является отличным раздражителем для рыбы на поклевку также аромат гороха и сливочного масла также привлекают рыбу с цветом конечно же можно играться можно оставлять ее такого цвета как она есть но все-таки можно варить один шприц белый один красный желтый и смотреть а потом уже на водоеме подбирать методом научного как говорится тыка хранить насадку лучше заворачивая торца шприца обрезанного фольгой и довольно долго она может храниться в холодильнике с этим проблем нет понятно поехали первым очень важным ингредиентом нашей насадки будет куриное яйцо куриное яйцо содержит в себе много питательных веществ которые рыба чувствует поэтому она часто входит в состав рыболовных насадок это будет основа нашей насадки но с ним нужно проделать кое-какие манипуляции для этого мы отправляемся газовой плите ставим кастрюльку с водой на газовую плиту забрасываем яйцо холодную воду добавляем буквально чайную ложку соли и после закипания варим яйцо 10-12 минут чтобы она сварилась крутую после чего проделываем с ним важные манипуляции варим 10 минут итак яйцо мы говорили 10 минут она полностью сварилась кинули в холодную воду потом теперь нам нужно его почистить аккуратно стараться это сделать но если все по технологии варить то проблем с этим не должно возник в общем чистим его и проделываем следующие манипуляции после того как почистили яйцо отделяем белок от желтка стараемся делать это аккуратно и желток нам понадобится и белок что же сделаем желтком желток мы чуть-чуть так вот раздавим и добавляем к желтку муку столовой ложки хватит тоже перемешиваем это немного теперь замешиваем тесто добавляем немножко воды и по логике вещей все это перемешиваем готовим тесто до такой степени пока но перестанет липнуть к рукам вот еще видно муки берем еще и и замешиваем руками на выходе мы получаем вот такое желтоватое ароматное тесто конечно можно добавить капельку валерьяночки если на карасика либо чесночка кориандра ну здесь уже думаю сами разберетесь но без ароматики оно и так отлично пахнет катается вот такие насадочные шарики всегда его приготовить и можно прямо на водоеме и будьте уверены белая рыба от него не откажется но это только одна насадка сейчас займемся белком так белок белок мы нарезаем сразу на кусочки которые будем насаживать на крючок это тоже сделать очень быстро и легко тоже можно прямо на водоеме после того как все нарезали берем любую емкость загружаем туда нашу будущую насадку из белка ее довольно много с одного яйца получается добавляем туда немножечко подсолнечного масла буквально пару капель на такое количество вы уже рассчитываете сколько насадки если вы сварите там несколько яиц чуть чуть больше в общем добавляем немножко масла подсолнечного чтобы насадка была смочена и сюда же добавляем немножечко панировочного сухаря примерно пол ложки чайной закрываем это все какой-то крышечкой и хорошенько перемешиваем сюда же вы можете добавить опять же ароматизатор либо покрасить этот белок чуть-чуть добавить какого-то красителя даже сока свеклы подойдет но он и так без этого отлично работает он тоже издает свой неповторимый аромат сейчас покажу как ведет себя в воде хорошо держится на крючке он не тесто он не тает не разваливается ждет только поклевки рыбы наша насадка в воде пылит благодаря тому что мы добавили панировочный сухарь подсолнечное масло сыграет роль как дополнительного ароматизатора так и консерванта то есть насадка будет храниться дольше так что смело неделю она может холодильнике провести в баночке и готовы быть до рыбалки плюс из желтка мы сделали тесто так что это две самостоятельные насадки и они всегда работают смогут вас выручить так что ребята если видео было полезным попрошу подписаться на мой канал и поставить лайк если есть возможность помочь каналу донатом а я буду снимать что-то новое и интересное ловите с удовольствием ребята но берегите природу всем спасибо за внимание до свидания спасибо